Добрый день, уважаемые девятки! И добро пожаловать в электронную библиотеку уроков по физике. Сегодня урок физики проведу я, учитель первой категории Вангелия Виктория Викторовна. Мы продолжаем изучение модуля номер 2, который называется «Гравитационное поле». Тема сегодняшнего урока – гравитационное поле, силовые линии гравитационного поля, напряженность гравитационного поля. Цели урока. К концу урока вы сможете формулировать определение понятий «гравитационное поле», силовые линии гравитационного поля, напряженность гравитационного поля. Объяснять, что ускорение свободного падения, то есть гравитационное ускорение, равно напряженности гравитационного поля. Пояснять существование инертной и гравитационной массы, подчеркнуть, что они одинаковые. В начале урока повторим основные понятия, изученные ранее. Итак, первый вопрос. Как формулируется закон всемирного тяготения? Гравитационная сила, действующая между двумя телами, считающимися точечными, прямо пропорциональна произведению масс этих тел, обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними и направлена вдоль прямой, соединяющей этих тела. Как математически записывается закон всемирного тяготения? Закон всемирного тяготения математически записывается следующим образом. f равно гамма умножить на дробь, в числителе которой произведение m1 и m2, в знаменателе n в квадрате. Каковы границы применимости закона всемирного тяготения? Закон всемирного тяготения имеет определенные границы применимости. Он применим для материальных точек, тел имеющих форму шара и которые однородны, шара большего радиуса, взаимодействующего с телами, размер которого много и меньше размеров шара. Каково значение закона всемирного тяготения? Закон всемирного тяготения объясняет движение планет, объясняет морские приливы и отливы, позволил открыть планету Нептон, можно предсказать солнечные и лунные затмения. Все тела во Вселенной притягиваются друг к другу, не находясь в прямом контакте, и это взаимодействие было бы невозможно без посредства особой материи. Действительно, каждое тело, обладающее массой, создает вокруг себя особую материю, называемую гравитационным полем. Итак, я предлагаю вам ознакомиться с планом характеристики поля. Первый пункт плана – название поля, второй – определение, третий – источник, четвертый – свойства, пятое – графическое изображение, и шестой пункт плана – величины, характеризующие данный вид поля. Итак, определение гравитационного поля. Форма материи, существующая вокруг всех тел в природе, посредством которой происходит их гравитационное притяжение, называется гравитационным полем. Источником гравитационного поля является любое тело. Обратите внимание на рисунок. Здесь показаны различные тела, и все они являются источниками гравитационного поля. Каковы же свойства гравитационного поля? Одним из уникальных свойств гравитационного поля является его всепроникновение, то есть способность проникать сквозь любые вещества. Гравитационное поле, создающее вокруг тел, неоднородно. Оно сильнее вблизи тела и уменьшается по мере отдаления от него. Как же графически изображается гравитационное поле? Графически гравитационное поле изображается в виде силовых линий, которые направлены к телу. Каковы же величины характеризуют гравитационное поле? Величина, которая характеризует данный вид поля, называется напряженностью гравитационного поля. То есть для характеристик гравитационного поля и его действия вводится физическая величина напряженность гравитационного поля. О интенсивности гравитационного поля очевидно можно судить по величине силы, действующей данной точки на тело с массой равной единице. В соответствии с этим величину называют напряженностью гравитационного поля. Далее рассмотрим план характеристики физической величины, согласно которой мы сегодня охарактеризуем напряженность гравитационного поля. Итак, план состоит из следующих пунктов. Первый пункт – название физической величины. Второй – определение физической величины. Третий – обозначение. Четвертый – формула для расчета. Пятый – объяснение формулы. Шестой – единица измерения физической величины в системе СИ. Следующий пункт плана – величина векторная или скалярная. Следующий пункт плана – величина векторная, указать ее направление. И последний пункт плана – прибор для измерения. Итак, определение напряженности гравитационного поля. Векторная физическая величина численно равная силе действия гравитационного поля на единицу массы пробного тела, находящегося в данной точке, называется напряженностью гравитационного поля. Напряженность гравитационного поля обозначается буквой Г. Формула для расчета напряженности гравитационного поля. Предположим, что гравитационное поле создано телом с массой М. Если в этом поле на некотором расстоянии Р от центра находится пробное тело массы М, то сила притяжения между этими телами равна F равно гамма умножить на дробь, в числителе которой произведение М на М в знаменателе Р в квадрате. В этом случае напряженность гравитационного поля создается телом М на расстоянии Р от него, согласно определению будет выражено так. Г равно F, деленное на М, или Г равно гамма умножить на дробь, в числителе которой М в знаменателе Р в квадрате. Г – это напряженность гравитационного поля, F – сила, с которой гравитационное поле действует на тело массой М малые, и М – это масса тела. Единица измерения напряженности гравитационного поля в системе С является 1 Нт делить на килограмм. Как графически изображается напряженность гравитационного поля? То есть напряженность гравитационного поля – это величина векторная, следовательно, характеризуется направлением. Напряженность гравитационного поля направлена вдоль силовых линий гравитационного поля, то есть к телу. Линии, касательные которых в любой точке поля указывают направление силы, тяготения, действующие на тело, помещенные в эту точку, называются силовыми линиями гравитационного поля. Силовые линии указывают направление силы. Густота силовых линий увеличивается с увеличением напряженности поля. Прибора для измерения напряженности гравитационного поля нет. Из курса физики 7 класса вы знаете о силе тяжести. Сила притяжения тела к Земле называется силой тяжести и обозначается буквой Г. Сила тяжести подчисляется по формуле Г равно М умножить на Ж, где М – это масса тела, Ж – это ускорение свободного падения, неизменная для определенного места на Земле физическая величина. Для нашей географической зоны Ж равно 9,8 ньютон делить на килограмм. Согласно закону всемирного тяготения, сила, действующая между Землей массой М большое и телом массой М малое, находящимся на ее поверхности R радиус Земли, вычисляется по формуле F равно гамма умножить на дробь, в числителе которой произведение массы Земли на массы тела, а в знаменателе – радиус Земли в квадрате. Фактически, эта сила является силой тяжести, которая действует со стороны Земли на тело массой М. Она направлена вертикально вниз к центру Земли. Как следствие, получаем, что Г равно F. Значит, правые стороны выражения 1 и 2 равны, то есть МЖ равно гамма умножить на дробь, в числителе которой произведение М большое на М малое, то есть масса тела, деленное на R большое в квадрате. Или Ж равно гамма умножить на дробь, в числителе которой М большое – это масса Земли, а в знаменателе R большое в квадрате – это радиус Земли. Сравнив выражения 5 и 3, представляющие напряженность гравитационного поля, можно сделать вывод. Гравитационное ускорение G выражает напряженность гравитационного поля на поверхности Земли, то есть Ж равно г. Из формулы 5 видно, что напряженность любого гравитационного поля зависит от массы тела, его создающей в данном случае от массы Земли и уменьшается одновременно с увеличением квадрата расстояние от центра этого тела, то есть зависит от точки, в которой исследуется поле. В случае, когда тело находится не на поверхности Земли, а на высоте H над нею, напряженность гравитационного поля выражается формулой. G равно гамма умножить на дробь, в числителе которой масса Земли, а в знаменателе радиус Земли плюс H, то есть высота, над которой находится тело относительно поверхности Земли, квадрат. Из этой формулы следует, что вместе с увеличением высоты H, напряженность гравитационного поля, уменьшается. Из курса физики 7 класса известно, что масса тела является физической величиной, характеризующей инертность тела. Инертностью тела называется его свойство сопротивляться изменению скорости. В законе всемирного тяготения, выражаемой формулой F равно гамма умножить на дробь, в числителе которой M большое умножить на M малое, деленное на R в квадрате, показано новое свойство, называемое свойством взаимного притяжения, а массы их выступают в качестве величин, которые определяют интенсивность их взаимодействия, а именно притяжения. Таким образом, тела с меньшими массами притягиваются с меньшей силой, чем тела с большими массами, если они находятся на одинаковых расстояниях друг от друга. Дадим определение гравитационной массы. Итак, масса тела, определяемая по величине силы притяжения его другими телами, называется гравитационной массой. Сформулируем следующий вывод. Масса тела может быть одновременно определена двумя способами, как мера инертности и как мера гравитации. С учетом данного вывода, определение массы формулируется следующим образом. Массой называется физическая величина, скалярная величина, характеризующая в меру инертных и гравитационных свойств тел. Итак, дадим полную характеристику гравитационного поля. Гравитационное поле существует вокруг любого тела, осуществляет притяжение между телами, обладает всепроникающей способностью, характеризуется напряженностью и характеризуется гравитационной массой. Помните, сидим дома и вместе учим физику. Знаете, мы не учим физику, а исследуем, открываем и познаем окружающий мир. Спасибо за внимание. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok